родилась здесь у меня здесь мама отсюда с папой они здесь познакомились но на учебе железнодорожники вот и их карьера понесла дальше волгоград потом саратов но и долгое время с 2000 года в саратове желаем там футбол начала заниматься долгое время это в принципе первые шаги наверное мои были сделаны футболе оттуда наверное начало-то и положено да я кратая занималась пять лет да я с первого по пятый класс занималась каратэ причем я этого не хотела получил случайно вот такая комичная история вот как-то затянуло меня туда понравилось ну комичную историю не буду рассказывать у друга мама забирала на себя после школы он был на секции каратэ и я решила заглянуть спортзал чтобы позвать его пора домой тренер очень строгий все кто заходит оттуда потом не выходят и он сказал нет 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 дома он не пойдет заходи-ка занимайся но причем это было сделано как бы просто у него уже воспитал воспитывал он уже спортсменов ну как бы так не делается пришел на тренировку с нее ты не можешь уйти но соответственно я зашла иди занимайся и потом он после первой же тренировки сказал мне приходи и так маленькими шажочками я даже чуть на чемпионат европы не уехал по каратэ до меня уже тогда была ревность тренера по каратэ к футболу потому что у нас школа была интернат железнодорожная там на ночевку всегда оставались и а я жила то 10 минут до дома не я там до ночи тусовалась пока родители не заберут футбол играла на постреновке по каратэ бежала сразу на футбольное поле о как он не ревновала я помню и когда уже такой маленький шажочек осталось попасть на чемпионат европы по каратэ а у меня соревнования по футболу уже там уже скрещивание началось той и той секции вот и все я папе подхожу и говорю я не поеду никуда у меня соревнования по футболу я помню тренер конечно очень сильно расстроился но я ни капельки не жалею об этом решении футбола пришла осознанно и несмотря на то что в каратэ у меня все получалось это был это была спонтанность мне кажется что на тот момент у меня был такой характер и должна была везде быть первой ну в принципе как сейчас по жизни просто когда проявлялась больше то есть и я думаю что за какой бы я спорт не взялась бы мне кажется что у меня бы все получилось потому что ну я горела я для меня спорт это было все я даже в шашки играла конечно там не столько энергии нужно было но тем не менее вот и как бы просто футбол то был осознанным выбор и каратэ остался где-то там пятом классе я начинала вообще не в нападении я где только не играла я играл даже последнего защитника то есть у меня не было какого-то какой-то определенной позиции как вообще было мы в саратове играли сезонно у нас же там не профессиональный клуб и как бы школа была и то есть мы зимой играли в миньку а летом играли большой и ну соответственно в миньке там понятно говорим что позиции толком нету но как таковых то есть и там и там играешь впереди и сзади вот а в большом сколько себя помню в саратове позиция постоянно ротировалась то есть ну не было такое что только в нападении но сейчас конечно такого ну все есть позиция то там играешь раньше помню нападение поиграла пошла в защиту поиграла но как бы так на том уровне могла сыграть на любой позиции как универсал была вот и причем когда меня звали я очень часто ездил играть за самару царство небесное зия тулеевна звала меня очень много за нее поиграла тоже не было какой-то одной позиции то есть там играла на другой в саратове на одной позиции сборную посчастливилось ездить тоже была другая позиция то есть каждый из тренеров видел меня на какой-то иной позиции на какой-то другой и я еще думаю когда приезжают думаю так надо что-то ну лучше свои качества дома где их улучшать тут либо игра головой защите да либо какие-то скоростные качества но если брать фланг фланговую игру либо какой-то там голевое чутье отрабатывать точность чтобы забить гол но и постоянно такие сомнения были потому что действительно у каждого тренера к за которым я играла у меня было были разные позиции на самом деле это было что скрывать была моя мечта я никогда не думала что я смогу с саратова с глубинки выбраться куда-то больше но опять же я бы хотел сказать огромное спасибо спасибо газету ли мне и на самом деле наверно из-за нее я выбралась куда-то дальше куда-то выше вот честно сейчас не вспомню как произошел момент что мне сказали что мне вызвали сборную но была не одна я еще был вратарь алина похомкина вот вот нас двоих вызвали носить сейчас до сих пор у меня тепло внутри даже вот как сейчас мне вызвали это в любом случае моя мечта она была она осталась потому что я прошла огромный путь и в мини-футболе и но для меня сейчас такое же тепло как и тогда никого не знала но мне на самом деле было все равно потому что я шла к своей цели шла к своей мечте девчонок даже сейчас на сборах вот буквально вчера за ужином станем беломыцей разговаривали она понятное дело меня не помню не помнит нет не помню ну потому что они сколько прошли сборов сколько прошло девчонок до девчонки менялись всегда а я съездил раз ну и конечно у меня впечатление что я запомнила практически каждого игрока айку беломыцова ксения коваленко это вот на тот момент мы были с ними на сборах полина телепуховская но в принципе сейчас многие девчонки закончили если говорить да из тех кто сейчас играет это вот ксения коваленко они беломыцова элина самойлова черномырдин да маргарита черномырдина кто-то еще был я пытаюсь вспомнить фотографию который мы делали около фонтана а данилова елизавета вот так вот из вратарей а из вратарей алина покомкина она тоже закончила уже и киселева они закончили но так вот ярко помню вот только вот этих девчонок прям ярко вот поначалу когда я еще играла большой футбол да да я следила но потом когда я немного отклонилась большого футбола я пришла обмене футбол особо прям за конкретными лицами я не следила то есть до были матча которые как бы ну трансляции трансляции вели да конечно же смотрели потому что мне интересно да элина самойлова узнала мы с ней даже еще здоровались когда-то пришла вот большой футбол год полтора года назад думаю поздороваюсь и сказала привет смотрю ответила с улыбкой но значит скорее всего помню то есть мы так как бы не общались с ней чтобы что-то вспоминать но я думаю что раз человек как бы ответил взаимности с улыбкой вот то скорее всего помнит я первоначально больше мне по душе больше по большой футбол и я в принципе хотела посвятить ему всю свою жизнь но сложились некоторые обстоятельства что я как вот пять лет своей жизни 6 отдала мини-футболу я была в звезде на просмотре и я хотела начать профессиональную карьеру большом футболе и как бы все складывалось так что я должна была туда переезжать но небольшие казусы между школами саратова да и звезды ну так неполадочки были и мне не удалось попасть профессиональный спорт я там еще и по годам как бы почему за меня нужно было заплатить вот и как-то не сложилось и тут в этот же момент прям буквально месяц разница меня зовет лагуна пензенская из мини-футбола играть профессиональный мини-футбол но я так подумала как бы чё горевать и в сборной позвали сразу по мини-футболу я думаю чё горевать ну как бы может быть это но сейчас мне там дорога мне нужно там попробовать себя при том что но действительно я не любила мини-футбол как бы мне нужно было больше свободы но большой меня тянул больше большой но я ни капельки не жалею что шесть лет своей карьеры я отдала мини-футболу потому что очень многое дал как и вся говорила пришла в мини-футбол корявая деревянная корявая вот и мини-футбол сделал из меня футболистку как бы понятное дело что еще работать работать до улучшать свои качества но тем не менее мини-футбол дал мне очень много техника мозги интеллект на самом деле интеллект с мини-футбола как вот сейчас даже тенденция почему барселона так играет пас все на коротке это же по факту это мини-футбольные схемы то есть когда ты не бегаешь за игроком передаешь его просто голосом раньше так больше футбол не играли и как то вот так вот сейчас тенденция игры изменилась и это стало зрелищнее то есть это стало на это стало красиво смотреть это интересно и вот как раз таки мини-футбол даже дает именно что-то в тактике то есть когда ты обороняешься ты понимаешь зачем тебе бегать за игроком по всему полю а поле то не маленькая если еще в мини-футболе ты можешь доиграть персонально там как бы комбинированная оборона то большом ну зачем если игрок сам к тебе придет а этот уйдет его принимаешь и все по подсказу и ты меньше тратишь на это силу больше оставляешь сил на ту же атаку на завершение эпизода вот ну техника конечно же техника то есть даже сейчас если посмотреть как играет месси он может остановить под подошву мячик по перекатом в плане мяч перекатить не щекой а именно перекатом по мячу это это тоже это же смене футбола и это имеет место быть большом футболе это классно это зрелищно это классно что сейчас два вида спорта мини футбола большой пересекаются как бы в мини футболе на маленьком поле большие скоростя это за счет этого зрелищность а на большом плюс к тому что ты подключаешь скорости есть вот это вот эти комбинации стеночки на коротке это очень классно смотреть и классно что что футбол именно в этом направлении, большой футбол идет, и что девчонки тоже начинают так играть, и это правда, ну, это круто. Шесть лет играя, ну, так скажу, вот тот сезон, когда я пришла, полсезона провела, мой организм, мне кажется, до сих пор адаптируется. Но, конечно же, это другая нагрузка, даже несмотря на то, что ты был профессионалом в мини-футболе и профессионалом в большом футболе. Ну, это две разные ступени, потому что нагрузка другая, ну, как бы, в принципе, распределение сил другое, то есть здесь идет прокачка, здесь должна быть сила, мощь. В мини-футболе у нас такого не было, нам достаточно было резиночек, вот. И, конечно, организм немного в шоке, и ему стоит к этому привыкнуть, на это нужно время, нужна адаптация. Я, на самом деле, уже давно хотела попробовать свои силы вновь. Ну, цель была вернуться в большой футбол. Ну, почему я так говорю, что попробовать свои силы? Потому что все-таки мне уже не 18 лет, и как бы, ну, понятно, что можно вернуться в любом возрасте, но вопрос, в каком ты будешь состоянии, в какой ты будешь форме. Я немного опасалась этого, и я безумно хотела себя попробовать вернуться в большой футбол, именно в профессиональный клуб, и посмотреть, порох-то еще остался или нет. Вот. И, конечно, очень много и силы, усилий нужно было. То есть я себя действительно готовила. Я готовила себя, чтобы попасть на просмотр. Ну, у меня не сложилось с несколькими клубами. Ну, обстоятельства там такие, что тут просто не получилось. Не то время, не то место. Вот. Ну, плюс наши проблемы в стране, это коронавирус. Ну, вот. И чисто случайно, у меня же здесь в Ростове родственники живут, и они мне присылают, маме присылают то, что в Ростове открывается клуб. Мама мне присылает. Говорит, Лиан, ты же хотела, ты же хочешь. Я говорю, ну, а с другой стороны, почему нет? А я люблю для себя какие-то новые испытания в жизни ставить. Ну, в том плане, что клуб только новый, клуб только строится. То есть будет только становление клуба. И я, ну, как бы решила, что почему бы и нет. Я позвонила, там, второй тренер. Я как бы была с ней знакома на турнире Егоровой в Самаре. То, что Комарова Галя проводит. Вот. Я позвонила и говорю, Юля Николаевна, вам на просмотр требуются игроки? Он говорит, конечно. Я говорю, ну, я бы хотела попробовать. И вот так все сложилось. У меня не получилось приехать в начале сезона, потому что я доигрывала еще сезон по мини-футболу. И вот я приехала в конце мая, просмотрелась, попала, была горда собой. Понимала, что еще очень много работы предстоит. И вот в середине сезона я начала играть. Но я, честно, я довольна. Я довольна и с собой в том плане, что я перешагнула. То есть я очень давно хотела, и вот сейчас я это сделала. Я довольна с собой, что я все-таки еще могу поиграть. И, ну, конечно же, все зависит от меня. Еще надо много тренироваться, много над собой работать. Но, тем не менее, я горжусь, довольна с собой. И я кайфую сейчас. Я действительно кайфую. Вызов был. В любом случае, каждому из игроков это был вызов. То есть я не могу ответить, наверное, за всю команду, почему каждый так выложился на поле. Но я думаю, что каждому было что доказать. И каждый отпахал на 100%, как бы не больше. И плюс команда проявила характер. То есть, как я всегда сама себе даже говорила, что, выходя на поле, если нету зубов, если нету характера, если нету борьбы, ну, ты там владеешь офигенной техникой, передачей или еще что-то. А матч можно и не выиграть. То есть, если ты выходишь безвольно, ты можешь проиграть этот матч. И я думаю, что каждый из игроков в Ростове выходил на поле, как на последнюю бойню. Да, понятно, что много не получается. Становление команды это не так легко. И я думаю, что тренерскому штабу было очень тяжело, так как собраны девчонки из разных команд. Кто-то вообще пришел с мини-футбола. Ну, это действительно сложно. Но на то первый год он и самый тяжелый. И как бы поэтому помощь каждого из игроков на поле немаловажна. И я думаю, что характер сыграл очень большую роль. На самом деле я и в мини-футбол так зашла. Это по большей части играют эмоции. Ты на кураже входишь во что-то новое. И, ну, понятное дело, что ты это делаешь не просто, да, что у тебя эмоции, ты забиваешь. Но ты немного расслаблена. В каком плане? От тебя пока ничего сверхъестественного не требует. И ты отдаешь все свои эмоции, все свои желания себе, игре с мечом. Да, вот есть поле, есть игра, день сегодняшний. Есть ворота, делай, что хочешь. А потом ты начинаешь немного думать, что так, ты смотришь игры, анализируешь. Нужно что-то здесь исправлять, что-то здесь. Ты начинаешь себя пичкать какими-то мыслями, которые вот тебе на самом деле, я сейчас понимаю, не нужны. Они делают только, ну, сложнее игру. Ты психологически попадаешь в какой-то ступор, и ты уже не понимаешь, где оно правильно, где оно неправильно, где оно хорошо, где оно плохо. А на самом деле футбол-то, ну, чем проще, тем лучше. И когда у тебя есть какие-то данные, ну, например, в виде скорости, да, зачем что-то придумывать? Мяч под контроль и побежал. И как бы, ну, и не надо... Колесо уже давно было придумано, и как бы тут... Тут просто нужно играть проще, и нужно себя не грузить. И вот как это и произошло, я полсезона, ну, играла с легкостью, играла со свободой, с желанием, что моя цель... Ну, я поставила себе цель, поставила себе цель. Я к ней иду, я к ней пришла, я работаю. А потом я начинаю уже... Надо здесь, надо тут, надо что-то... И у меня начинают мозги кипеть, и я думаю, господи, как же отключиться? Вот, и от этого, конечно же, где-то ты еще не забиваешь, а нападающему, это так же, как и вратарю, неважно, кто там либо привез, кто виноват. Но это психологически давит. И, конечно же, когда ты забиваешь гол, становится легче. Становится легче, ты опять на кураже, у тебя начинает все получаться. Хотя ты и так все умеешь. Но эмоциональная часть, она немало... Ну, немаловажна. Немаловажна. Вот. И поэтому, конечно, хочется всегда забивать, но с головой тоже надо уметь работать и справляться со своими психологическими проблемами. Ко мне после игры Юрий Анатольевич подошел с ЦСКА. У нас была игра с ЦСКА. Он подошел. Ну, мы просто с ним пообщались. И как бы потом мне уже тренерский штаб сказал, что, может быть, тебя вызовут. Ну, скорее всего, разговоры-то внутри ходили. Но мне на самом деле не нужно было что-то говорить. Ну, в плане... Я бы все равно продолжила работать так, как я работаю, потому что еще было три или четыре игры. Вот. И как бы вот эти эмоции, они тоже... Ну, зачем? Ну, значит, все делаю так, как надо, и нужно не отходить от... С этой дороги нужно не сходить. Вот. И как бы потом, когда уже вызов пришел, мне начальник команды позвонил. Говорит, а вызвали сборную. Ну, я, конечно, очень обрадовалась. Вот. И вот она, я здесь. Как только я пришла в большой футбол, я себе, знаете, на листочке цель написала, что я безумно хочу вернуться в сборную. Ну, не как вернуть... Наверное, неправильно сейчас выразилось, что я хочу попасть в сборную. Что я хочу реализовать себя, как профессионального игрока. Что я хочу прибавлять. Что я хочу, что... Не важно, какую позицию меня там... Очередную увидит тренер. Но я хочу на этой позиции быть лучшей, как минимум для самой себя. Работать над собой. И, конечно же, целью попасть в сборную. Это действительно мечта. Мечта получить медали, конечно же. Вот. Золотые. Выиграть кубок. Но на это тоже нужно время. Так как я сейчас в Ростове. Это становление команды. И все не делается так быстро. Все должно быть постепенно. И к этому тоже рано или поздно. Я надеюсь, что мы придем. Вот. А сборная... Да, я безумно хотела этого. Я старалась. Ну, как бы... Не было так, чтобы ходила на игру и такая... Смотрите, я вот все делаю для того, чтобы попасть в сборную. Нет, конечно. Я делала свое дело. Я делала свою работу. Я понимала, что есть ошибки. Я понимала, где нужно исправлять. Где и что нужно исправлять. Над чем работать. Но, видимо, исправляла. Видимо, работала над ошибками. Я, правда, безумно рада. Я, наверное, сейчас не показываю тех эмоций. Но... Потому что нужно успокоиться. Потому что я уже на сборах. И нужно работать. И думать о мяче. О воротах. Вот. И о футболе. Ну, первый шажочек в моей цели пройден. Нет, на самом деле, я не скажу, что сейчас он прям мой кумир. Но я на него смотрю, как на человека, на трудягу. То есть, почему... На тот момент я не понимала, почему я называю его. Мне просто нравилось, как он играет. А сейчас я понимаю, что я немного с ним схожа. В том плане, что если Месси... Ну, ему дано играть в футбол. Ему не надо так пахать. Ему не нужно так работать. При том, что он все равно работает. Ну, человеку дано. А вот Роналдо... Он пашет. Он пашет, чтобы играть. Чтобы оставаться в команде. Он пашет, чтобы расти. Вот. И я, наверное, немного в этом плане схожа с ним. Потому что не все получается. Приходится приходить, тренироваться, тренироваться. Потому что ты понимаешь, что по-другому, ну, с неба тебе ничего не упадет. И нужно работать и еще раз работать. Мы уже шажочек сделали. Мы на четвертом месте. Я думаю, что все должно быть постепенно. И цель – получить медали. Вот. Я не знаю, как сложится следующий сезон. Ну, мы все прекрасно понимаем, что возможна и ротация состава. Вот. Но я думаю, что неважно, какой будет состав. Есть тренерский штаб, который преследует свою идею, свою цель. И рядом с собой они собирают тех людей, которые идут той же целью и той же идеей. Вот. И я думаю, что вместе мы сможем, по крайней мере, прибавить в следующем году еще чуть-чуть, чтобы получить медали. И я думаю, что это будет основная цель. И, ну, конечно же, за кубок хотелось бы зацепиться. Никто его не отметает. Ну, а там видно будет. Да, в принципе, я думаю, что нужно расти как игрок, как личность, как футболист, как профессионал. И не только на поле, но и плюс, конечно же, и в быту, потому что футбол – это не только поле, это и быт. Вот. И работать, работать и еще раз работать, чтобы доказать себе самой, что, ну, как минимум, я неспроста здесь, как минимум, я неспроста в профессиональном клубе и что я могу больше. Спасибо. 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 Спасибо.